Новые факты о подвигах писателя Касыма Касенова рассказали восточно-казахстанские историки. Напомню, во время Великой Отечественной он был участником партизанского движения. За подвиги на войне ему дали звание народного героя. А после возвращения с фронта Касенов написал о партизанах десятки книг. Ирина Икунина продолжит. Касым Касенов родился в Восточном Казахстане. В 1941 году после спецподготовки был заброшен на Украину в тыл немцев. Задача была организовать партизанское движение. Но связник группы оказался предателем. Из 10 человек живых остался только Касым Касенов. Он долго блуждал, пока не вышел на подпольщиков. С ними он организовал партизанские отряды, которые громили фашистов в тылу. И к 1943 году это было уже мощное объединение партизан. В отряде Касыма Касенова все называли Вася. Вот многие говорят о том, что там не могли кто-то выговорить его имя Касым. Нет, так как он все-таки работал в подполье, то закон подпольной работы и партизанской – это, безусловно, клички. И вот у нас в фондах музея есть письма партизан, которые писали ему уже в послевоенные годы. Они так ему и пишут «Здравствуй, Касым, Вася». То есть вот это имя за ним так и закрепилось. Касым Касенов прошел Румынию, Молдову, Чехословакию. С партизанским отрядом участвовал при форсировании Днепра. Они удерживали плацдарм на его правом берегу. В Молдове небольшой отряд разработал спецоперацию по спасению узников концлагеря, которых должны были расстрелять. Чтобы проникнуть туда, партизаны переоделись в немецкую форму и форму военнопленных. И спасли 700 человек. Уже после войны, вернувшись в Казахстан, Касым Касенов начал писать мемуары о войне. В 1954 году была издана первая книга, которую он написал. Она называется «Юные партизаны». То есть первая книга посвящена не партизанам взрослым, а именно детям партизанам. И вообще Касым Касенов является основателем жанра военных мемуаров нашей казахстанской литературе. Каждый год Касым Касенов приезжал на родину в Восточный Казахстан. Встречался с земляками, до последних дней переписывался с друзьями-партизанами. Война его никогда не отпускала, и он до последних своих дней оставался солдатом. Сегодня в Восточном Казахстане поселок и улицы названы именем Касыма Касенова. В музее бережно хранят все, что связано с героями-земляками. Немногие знают, но в списках защитников Брестской крепости имена 556 казахстанцев, часть из которых красноармейцы из Восточного Казахстана. Ирина Якунина, Ренат Джумагулов, Astana Times, Усть-Каменогорск.